В Твери могут запретить кормление бездомных животных и птиц на общественных территориях, в подъездах, дворах, на набережных, а нарушителей штрафовать. Проект такого постановления сейчас проходит общественное обсуждение, в частности на официальном сайте администрации города Твери. 2 октября его судьба будет окончательно решена. Если таковое решение будет одобрено, то бездомные четвероногие, их пернатые собратья не смогут более рассчитывать на легальную поддержку сострадательных горожан. Наш телеканал узнал у жителей города и у зоозащитников, одобряют ли они предлагаемые нововведения. Проблема бездомных животных мертвым грузом висит в Твери уже многие годы. Продячие собаки и кошки стали обычным явлением для города. Решать этот вопрос пытались неоднократно. Пару лет назад был объявлен очередной конкурс на их отлов и содержание. Но ни один подрядчик на него не вышел ввиду нерентабельности этой деятельности. Долгие годы зоозащитники ждали строительства приюта. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев несколько лет бился за то, чтобы у братьев наших меньших появилась крыша над головой и постоянное питание. А вот в январе этого года в больших перемерках на огромной площадке впервые в истории нашего города возвели настоящий собачий городок. Однако удобный теплый бокс, осмотровые ветеринарные кабинеты, карантинные блоки – все это уже несколько месяцев пустует. Без бюрократических проволочек никак не могут ввести его в строй. Потому что для того, чтобы он работал, нужно обеспечить его нормативными актами, финансированием и так далее, и так далее. Но сейчас, так сказать, мяч на поле старших коллег законодательного собрания. Ну, как я слышал, в осеннюю сессию они планируют утрясти вот эти вот все процедуры. И вот, не решив проблему безнадзорных братьев наших меньших, так как это положено, кто-то, видимо, посчитал, что лучшее средство для борьбы с собачьим и кошачьим бродяжничеством – это морг голода. Во всяком случае, на общественное рассмотрение было вынесено предложение о том, чтобы запретить неравнодушным гражданам кормить бродяжек на общественных территориях, к которым относятся улицы, дворы, подъезды, парки. Многие тверичане недоумевают, кому вообще в голову могла прийти такая идея. По их мнению, ни в одной стране мира такие меры не перевели к решению проблемы. Зато явное попрание норм общественной морали и нравственности точно не сулит ничего хорошего. Марина Болотина кормит во дворе кошек и собак уже много лет. Никакие запреты, говорит женщина, ее не остановят. Кормила, кормит и будет кормить, потому что жалко. Несмотря на то, что не все соседи поддерживают позицию и разогревают на этой почве конфликты. Но тверичанка уверена, в том, что собака становится бродячей, в большинстве случаев виноват сам человек. Надо сначала животных не выбрасывать. Что не то, что ребенку дать поиграть, там котенка с щеночкой и выбросить потом. А пока люди не поумнеют, это так и будет. А потом я еще хочу сказать, у нас же должны питомники быть. Ну во всех цивилизованных странах как-то вот это. Их как надо финансировать. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери, как они отнесутся к тому, если вдруг это, мягко говоря, странное решение будет одобрено. Мнения горожан разделились. Сторонники возможной реформы все же нашлись и аргументировали свою позицию. Вы знаете, хотят принять решение, чтобы запретить кормить бездомных животных на общественных территориях. Как вы отнесетесь к такому решению? Очень хорошо. Положительно. Почему? Ну вообще, конечно, это беспорядок. Грязь, инфекции и все прочее. А как вы считаете, как нужно выходить из этой ситуации? Как помочь бездомным животным? Ну, надо создавать, наверное, определенные какие-то условия им, где-то помещения какие-то. Бабушки у подъездов, мне это не очень. Потому что вот у меня собака, она же может наесться всего этого. Потом очень много дохантеров, которые тоже подливают. Нет, это не хотелось бы. В первую очередь, безопасных животных. Большинство опрошенных граждан все-таки за гуманность и милосердие. И посему даже штраф 500 рублей не остановит их от того, чтобы протянуть кусок хлеба бездомной собаке или кошке. Нельзя запретить. А вы где обычно кормите? Ну, я хожу, вот, например, я во дворе своим кормлю кошек. Потом я хожу, куда-то там выхожу, куда-нибудь беру с собой обязательно что-нибудь. Если я захочу, я буду кормить им, но без разницы, запретят это или нет. Животные должны быть сыты. Если вы взяли животное домой, не надо его кому-то отдавать или отпускать на улицу. То есть это ответственность, и надо подходить к этому ответственно. Тут неоднозначно, потому что, например, я кормлю это немножко вдали от своего дома, зная, что действительно животные, они же приучаются, и потом просто от них покоя не будет. Так у меня тоже свое животное дома, это просто травма будет и для моего, и для животного, которое потом к нам приходит кормиться. В целом, ну, наверное, все, где мы гуляем, это общественная территория. То есть просто, может быть, какие-то укромные, уютные места, чтобы это не мешало. Горожане выступают за альтернативные, гуманные пути решения проблемы. Например, выделить определенные места, где можно оставлять собакам и кошкам еду, пока специальные структуры не начнут в строгом соответствии с законом их отлавливать и определять в специальные приюты. Решений много, причем тех, которые, ко всему прочему, не будут противоречить не только моральным, но и законодательным нормам. В конце 2018 года вышел 498-й федеральный закон, во главу угла которого ставится гуманное, нравственное отношение братьям нашим меньшим к животным. И потому очень странной, мягко говоря, нелепой выглядит инициатива некоторых тверских чиновников решить, в кавычках, эту проблему таким образом, что сами они уже несколько лет, по сути дела, никак не занимаются гуманным, предписанным законом, таким образом решения этой проблемы. Ничего не делается. Мы знаем, что с 2018 года отлов животных, их вакцинация, содержание не проводится на территории города. И вот в Твери, вместо того, чтобы перенять опыт развитых стран, определять бездомных животных в приюты или же стерилизовать и отпускать на волю, предложили к обсуждению дешевый и очень сердитый, но при этом абсолютно неэффективный и антигуманный способ борьбы с теми, кого принято считать самыми верными спутниками человека. Сейчас многие жители Твери подписывают петиции в адрес властей с требованием сначала создать условия для гуманного отлова и содержания бездомных животных в построенном приюте и только потом вводить запреты и ограничения.